Супер мамочки сильны как никогда. Сообщество объединяет огромное количество семей. Фестиваль «Город для мам» еще раз доказал, насколько востребована эта форма самореализации. Благодаря сообществу многие открыли в себе новые грани. Традиционный «Мама-маркет» снова поразил гостей размахом. Мастерицы представили разбивающие игрушки, подделки, выпечку, картины. В каждую вещь вложена материнская любовь. Когда поступают заказы, один, два, три, и ты понимаешь, что если тебе это не надоело, если тебе это нравится, и после того, как клиент тебя благодарит, видя его улыбку, ты понимаешь, что ему хорошо, а мне приятно. И это ни с чем не сравнить, и ты понимаешь, что я готова дальше, я готова больше. Попробовали практически все, везде поиграли, посмотрели, что мамочки свои представляют. То есть продукцию, которую делают сами, достаточно хорошая, очень весело, несколько даже вещей приобрели. Поэтому, я думаю, замечательная вещь, такую надо почаще устраивать. До декрета я была менеджером в рекламе, это было давно-давно, практически 4 года назад. Достаточно крупная компания развивалась там, но получилось так, что решила завести детей. Ушла оттуда, не жалею ни капельки, потому что декрет, правда, украсил, улучшил. Я расцветаю, мне кажется, в декрете. Организаторы фестиваля подготовили для гостей праздника обширную программу. Волейбольный центр стал местом притяжения активных мам не только района, но и всего Подмосковья. Пока они весело и интересно проводили время с детьми в игровой зоне, активные мамы региона поднимали серьезные проблемы. Я считаю, что действительно выстроился очень конструктивный, позитивный диалог, как устроен чиновник. Любая критика, и маленькая или большая, чиновник сразу закрывается, встает в стойку, начинает защищаться, даже по самым простым, обыкновенным, банальным вещам, где в одно касание можно что-то исправить. В нашем случае я постарался настроить всю свою команду от поселений до администрации района, чтобы к просьбам, проблемам, предложениям мамочек, и в том числе и к критике, относились совершенно спокойно, без излишних негативных эмоций, а просто брали и делали. Главный архитектор представил проект комнаты матери и ребенка, который будет открыт на центральной площади города. Это позволит мамам дольше гулять с малышами в парке и в случае необходимости в комфортных условиях покормить или переодеть ребенка. Тот блок, который мы еще не доделали, тоже с вами обсудить, показать. Вот есть некие задумки по комнате матери и ребенка с возможным размещением и кафе в той же зоне. Кафе, я понимаю, это мамин дом, так мы его называем, где можно банально попить кофе, чай, водичку и так далее. Там пока большое кафе не просматривается, но тем не менее это уже будет точка, в которой вы сможете произвести какое-то питание. В том числе и сами можете там пообщаться. Одинцовским мамам повезло больше, чем коллегам из других районов. Власти опираются на мнение инициативной группы сообщества в вопросах выбора игрового оборудования для детских площадок. Организации доступной среды поддерживают идеи активных мамочек. В других муниципалитетах дело обстоит иначе. Каждой маме не хватает комнаты матери и ребенка. У нас в Люберцах немножечко с этим сложновато. Есть торговые центры, но в парках, предположим, нет такой возможности где-то покормить грудью или еще поменять памперс тот же. И сегодня я нашла какие-то рычаги, может быть, давления на окружающих, чтобы поднять наше общество и обратить на эту проблему внимание. И возможно, что в ближайшем будущем мы этим делом займемся и решим эту проблему. В наших парках тоже будут комнаты матери и ребенка. Не только организаторы готовились к фестивалю. Участники волновались не меньше. Кто-то впервые вышел на сцену. Выступление артистов, конкурс дефиле. Сценическая площадка не пустовала. Праздник длился весь день. От каждого мероприятия «Супермамочек» я получаю колоссальное удовольствие. И это мероприятие не исключение. Это огромный опыт всей нашей команды, потому что мы действительно это мероприятие готовили два месяца. Он приобрел масштаб области. И даже к нам приехали из Тула делегация мам. И для меня очень важно, что сегодня получилось сделать праздник не просто для мам и детей, а к нам приходят целыми семьями. И, конечно, мы очень счастливы. Были тысячи человек, пришли на фестиваль. Это говорит о том, что современные родители хотят больше времени проводить вместе со своими детьми. На самом деле семья-то ведь это неразрывно. И это очень хорошо, когда женщина, мудрая женщина, привлекает свою вторую половину, в том числе и вручное, так скажем, взаимодействие со своим ребенком. Потому что я действительно посмотрела, кто-то из пап вместе с ребенком рисует, кто-то песочек ссыпает. Это же даже тактильное восприятие для папы, своего малыша, оно даст последствия. Хороший результат. Материнская любовь безгранична. Материнская энергия, которая направлена в нужное русло, способна свернуть горы. Для наших мамочек нет границ в декрете. Им все по плечу. Ведь рядом дети. Именно они и являются главным источником неиссякаемого потенциала.